Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 апреля. За какие-то заслуги нам Бог подарил такую прекрасную погоду. Сегодня плюс 21 днём, плюс 4 ночью будет. И пошло на повышение завтра плюс 23 днём, плюс 7 ночью. Послезавтра плюс 26, 10 ночью. 23 апреля 29 градусов днём и плюс 15 ночью. Это какая-то Божья благодать. Я вот вчера посмотрела, у меня ещё много-много плёнок. Всё-таки буду, наверное, делать раннюю высадку. Я сейчас в теплице вас заводить не буду, мы там всё уже видели. Просто заглянём в форточки. Сегодня у меня другая проблема. Перерастает рассада уже, которая дома. Скорее всего, будем переселять её. Но сейчас всё по порядку, посмотрим. Это вот теплица номер 2, высаженная недавно. Тут преимущественно иностранцы, я про них рассказывала. Сегодня у меня они стояли, вообще я не закрывала плёнкой, потому что температура ночная уже давно плюс. И ещё тем более в теплице, конечно, теплее. У них у всех хорошее состояние, прям бодренькие стоят. Несмотря на то, что всего 3 дня, по-моему, как высадила я их. Ну, конечно, они не болели, потому что были в стаканах. Вот такая ситуация в теплице номер 1, которая для получения суперраннего урожая. Тут зацвели даже вот те томаты, которые я в последнюю очередь высаживала. Сегодня последних, которые были подселенцев, последних мне надо отсюда убрать, потому что они уже разрастаются. Я говорю, здесь разрастаются почему-то они особо быстро. Ну, наверное, потому что грядки высокие и грунт теплее. И в этой теплице, сейчас после обзорного видео, я приду и сниму видео по вопросу зрителей о фиолетовых листьях на томатах, почему, о кучерявых листьях. Эта тема сейчас самая злободневная и актуальная. Что на рассаде, что вот первое время при ранней высадке листья меняются. Изменение формы цвета листа – это сигнал нам от растений, что им не всё нравится здесь. У меня тут есть тоже такие, но мы все нюансы обговорим отдельно. И вот теплица придомовая. У меня здесь образовалась проблема тоже, что вот эти начали уже в стаканчиках перерастать. Я их сегодня хочу отсюда убрать в более холодную теплицу, которая стоит пустая, которая без отопления. Всего два лоточка нераспекированных. Самый-самый последний посев. Если бы не праздничные дни, мы бы их давно распекировали. Ну, сегодня вот этот крупняк весь, который уже в таком состоянии, что их бы пореже уже расставлять, хочу вынести. А на их место из дома вынесу ту рассаду, которая Света Солнечного ещё ни разу в жизни не видела, которая после пикировки стоит уже больше недели на стеллажах. Доросла до ламп. Её нужно срочно на солнце. Иначе она там вытянется и побледнеет. Вот этот весь лес, вон до самого конца, вот эти крупные, нужно отсюда уже убирать. Та рассада, которая дома, тоже подрастает, уже упирается у меня. Стоит на стеллажах, который упирается в лампы. Вот сейчас нужно её тоже выносить. Этот стеллаж тоже уже, но они уже всё, видите, доросли. И лампы выше поднять я не могу. У меня вот на верхнем, я ещё могу им дать немножко порасти. А здесь уже всё. Там вот баклажаны, которые я ещё большие не перевалила. Лес густой. Они уже взросленькие, их надо на солнце. Да хочу сегодня попробовать пересчитать их. Что-то я, по-моему, нынче дала маку и превысила то количество, которое мне нужно даже с запасом. Что-то смотрю, мне кажется, их слишком много у меня. Считать было некогда. Всё пикируем, 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 ставим. Они уже по всему дому расползлись. И вот ещё на окнах, которые ни разу даже на солнышке не были. Так что сегодня у нас будет великое переселение. Вынесу все на солнце. И ещё вчера у меня родились пасхальные котятки. Прям в Пасху я их теперь зову пасхальные котятки. Надюшка родила. Сколько штук ещё не считала, но такие хорошенькие. Подарок Божий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...